Иисус, возведя очи и увидев, что множество народа идет к Нему, говорит Филиппу, «Где нам купить хлебов, чтобы их накормить?» Говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать. Филипп отвечал Ему, «Им на двести динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя понемногу». Один из учеников Его, Андрей, брат Симона Петра, говорит Ему, «Здесь есть у одного мальчика пять хлебов, ячменных и две рыбки». Но что это для такого множества? Иисус сказал, «Велите им возлечь». Было же на том месте много травы, и так возлегло людей числом около пяти тысяч. Иисус, взяв хлебы и воздав благодарение, раздал ученикам, а ученики возлежавшим, также и рыбы, сколько кто хотел. И когда насытились, то сказал ученикам своим, «Соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало». «И собрали и наполнили двенадцать коробов кусками от пяти ячменных хлебов, оставшимися у тех, которые ели». Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали, «Это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир». Сегодняшнее евангельское повествование раскрывает пред нами одно из самых известных чудес Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Чудо насыщения пятью хлебами и двумя рыбами более пяти тысяч человек. Данное чудо произошло в окрестностях Тевериады, куда Господь удалился вместе со Своими учениками после одной из бесед с иудеями. Увидев множество собравшегося вокруг себя народа, Христос спрашивает у апостола Филиппа, «Где нам купить хлебов, чтобы их накормить?» Апостол, удивленный таким вопросом, учителя отвечает, «Им на двести динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя понемногу». Подобный вопрос Христа вовсе не означает его неведение. По замечанию толкователей, вопрос был задан специально для того, чтобы святые апостолы более пристально обратили внимание на последующее чудо. Женефи Филакт Болгарский полагает, что вопрос, заданный Христом, вовсе не предполагает некоего неведения со стороны Спасителя, но был необходим для того, чтобы укрепить и утвердить веру в Него со стороны апостолов. Видя огромное множество слушавших Его проповедь, Господь велит им возлечь на траву. После этого Спаситель взял хлеба и рыбу и, вознеся благодарность Богу, раздал их через апостолов всем возлежавшим. Святитель Кирилл Александрийский обращает внимание на то, что перед совершением чуда Христос благодарит Бога Отца. И это является научением для всех нас, что если мы хотим чего-то от Бога, мы должны Его не только просить, но и благодарить. При этом святой евангелист Иоанн Богослов уточняет, что роздано было не просто по какому-то маленькому кусочку хлеба и рыбы, но сколько кто хотел. Эти слова показывают нам, что Бог никогда ничего не жалеет для человека, но всегда дает Ему всего с избытком. Когда же все насытились, Господь повелел апостолам собрать оставшиеся от этой чудесной трапезы, дабы ничто не пропало, и в итоге собранного оказалось 12 полных коробов. 12 полных коробов, остатков от 5 небольших ячменных хлебов. Святитель Иоанн Златоуст отмечает, что количество коробов оставшегося хлеба соответствует количеству ближайших учеников Христа Спасителя, и это вовсе не случайно. Господь велит апостолам собрать оставшиеся от умноженного чудесным образом хлеба для того, чтобы прежде всего именно в их сознании отложилась память об этом чуде, и эта память помогла им в дальнейшем не утратить веру во Христа. Весьма важным моментом в сегодняшнем чуде является то, что по сути собравшийся вокруг Христа в пустыне народ не ждал никакого чуда. Люди пришли ко Христу не для того, чтобы увидеть какое-нибудь знамение, но для того, чтобы услышать Его Слово. Таким образом, те, кто искал хлеба духовного, получили от Христа и хлеб земной. Следовательно, насыщение пяти тысяч было не чудом ради чуда, но знамением щедрости Божией к тем, кто ищет его. По словам блаженного Феофилакта Болгарского, не сытость искал народ, а благовествование, и потому Христос, утолив великую духовную жажду, людей не забыл и о малых, земных их нуждах. Так взыскующим Царство Небесного прилагаются и земные блага. Христос совершает чудо насыщения людей только тогда, когда Его целью становится не само такое насыщение, а нечто высшее, как, например, научение человека Евангелию. Следовательно, мы должны помнить, что на первом месте у нас всегда должна быть забота о душе и только потом о теле. Христос говорит, «Ищите прежде Царствие Божие и правду Его, а все остальное приложится вам». Людям, которые идут за Христом и на первое место ставят следование Слову Божию, прилагаются и те материальные блага, которые необходимы для того, чтобы жить на этой земле. Если человек главной целью своей жизни ставит по слову преподобного Серафима Саровского «стяжание даров Святого Духа», а не «стяжание материальных благ», тогда материальные блага естественным образом прилагаются. Опыт многих людей, которые целью своей жизни сделали следование за Христом, показывает, что материальная составляющая жизни, во-первых, вторична, а во-вторых, так или иначе, прилагается без каких-либо особых усилий. Она прилагается человеку для того, чтобы он мог спокойно и беспрепятственно исполнять свое служение. И происходит это чудо со многими из нас. Господь дает нам все необходимое для жизни, дает так, что у нас остаются избытки, которыми мы можем поделиться с другими людьми. Господь Иисус Христос учит нас своими словами, делами, чудесами, чтобы мы прежде всего следовали за Ним, чтобы в первую очередь заботились об исполнении Его заповедей и жизнь свою воспринимали как служение Ему. Он научает нас чудесами и примерами, что все остальное будет прилагаться нам без особого нашего труда. А это значит, что чудо умножения хлебов вовсе не единократное действие. Оно будет продолжаться как в нашей жизни, так и в жизни многих других христиан. Лишь бы только мы дали Богу возможность проявить такое чудо в нашей жизни.